Артем Сергеевич, расскажите, когда удалось подать отопление и горячую воду в Зашикстенинском районе? Ремонтные работы были вчера завершены в 16.30. Сразу после этого начали заполнять систему теплоносителем и промывать систему. Соответственно, трубы новые, все равно там осталась грязь, промывали систему. Все работы были завершены по промывке, по прочистке до 21.00. И с 21.00 уже была заблаговременно разослана телефонограмма управляющей компании ТСЖ, что можно было подключать дома горячей воде и к отоплению. По давлению на котельную мы увидели, что массово управляющие компании ТСЖ начали открывать задвижки, подпитывали теплоносителем систему. Активный период был это с 9 вечера где-то до 12 ночи. Вечером, уже получается поздней ночи, мы увидели комментарии в соцсетях, что жителям горячая вода и отопление дошло в некоторые дома, кто уже успел это сделать. Ну и, соответственно, с утра многие проснулись, тоже уже писали комментарии, что горячая вода и тепло пришло в дом. На текущий момент у нас, получается, из 300 объектов порядка 90% объектов уже подключено полностью к отоплению, к водоснабжению. Сейчас идут финишные, получается, подключения управляющей компании. Если у кого-то еще горячая вода и отопление не появилось, то необходимо обратиться в управляющую компанию, ну и, соответственно, узнать о сроках подключения горячей воды и отопления. А так весь зашкнинским микроем вчера был подключен полностью. Расскажите про такую ситуацию, когда в одной квартире, в одной комнате батарея уже горячая, а в другой до сих пор холодная. В чем причина? Причина в том, что, так как был ремонт центральной магистральной сети, был слить теплоноситель, соответственно, все равно какой-то воздух попал в систему. Старались его максимально вчера стравливать в местах по технологии. Но все равно может быть небольшое завоздушивание. Соответственно, если одна батарея в квартире горячая, вторая холодная, это значит завоздушивание системы. В этом случае необходимо, опять же, обращаться в свою управляющую компанию, либо ТСЖ, чтобы приходили слесаря и, соответственно, стравливали воздух. После того, как они стравят воздух в верхних точках, воздух уйдет, ну и, соответственно, в горячем отоплении появится батарея. Расскажите, с какими трудностями столкнулись во время монтажа магистральных сетей на Рыбинской? Первая сложность в том, что один участок, на котором производятся работы, это стесненные условия, это либо работа в камерах, либо на самой тепловой трассе. Большое количество народу туда не поставить, не нагнать, соответственно, техники тоже не нагнать. То есть это ограниченность в пространстве, ну и, соответственно, временные рамки, на которых выполняются операции. Изначально трое суток планировалось на эти работы. Из-за плохой организации, даже, можно сказать, отвратительной организации работ на данном участке подрядчиками, сроки были сорваны. В выходные дни мы уже подключились к этому процессу и начали управлять как подрядчиками, так и людьми. Вчера при привлечении дополнительных подрядчиков, непосредственно людей, которые имеют больший опыт и квалификацию, при влечении дополнительной техники, большой грузоподъемности, смогли завершить работы. Редактор субтитров А.Семкин